В этом видео мы постараемся разобраться в вопросе, можно ли заправляться с заведённым двигателем. Когда мы заходим на заправочную станцию, почти везде увидим такие предупреждающие знаки и даже правила заправки на станции. Многие послушные граждане подчиняются к этим требованиям, но мы знаем, что существует и такие, которые просто демонстративно не хотят выполнять и подчиняться этим предупреждениям и стараются показать другим, что им позволено всё и они не с той лестницы социального статуса. Ну ладно, тут у нас не урок психологии и вернёмся к нашему вопросу. Оказывается, что такие требования вовсе не каприз владельца заправочной станции, а всеобщие требования противопожарных или других служб, на основе которых создаются законы и инструкции для безопасности граждан. На деле есть статья 34. Право и обязанности граждан в области пожарной безопасности Федерального закона о пожарной безопасности, которое гласит, Каждый гражданин обязан соблюдать правила противопожарной безопасности. А ещё есть пункт 451. Правиль противопожарного режима в Российской Федерации, который гласит, что на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями. Если на колонке вдруг окажется инспектор пожарной безопасности и он увидит, что во время заправки у вас двигатель заведён, он может вас оштрафовать и даже выпишет чек на штраф у заправочной станции за то, что сотрудники не потребовали от вас заглушить двигатель во время заправки. Ну ладно, скажут многие. Какой пожар может разгораться АЗС из-за того, что двигатель у меня не заглушен? Да, правда, шансов очень мало и такое случается очень редко. Но это не значит, что что-то подобное не может случиться и произойти тогда, когда вы находитесь на колонке. Специалисты в этой области, исходя из опыта и статистики, лучше вас знают, как лучше поступать в таких ситуациях и составляются специальные инструкции. Такие предупреждения и инструкции учат нас о самодисциплине и общее количество таких неприятных происшествий на заправочных станциях существенно сокращается. Существует всеобщая правила безопасности на АЗС и правила заправки на АЗС. Смотрите и ознакомьтесь. А я перейду на следующем рекомендации. Почему нельзя еще заправляться на АЗС с заведенным двигателем. Причина техническая. Речь идет о современном автомобиле с массой электронных датчиков. Заправка такой машины при работающем двигателе может привести к ошибке в системе. Электронный блок управления не подразумевает, что количество бензина в автомобиле может мгновенно увеличиться при заведенном двигателе. Или разряжение в паке мгновенно изменится. Что может неправильно быть воспринято системой. Может загораться лампочка чек-энжины или даже еще хуже. Мозг автомобиля автоматически выключит двигатель. В таком случае нам придется пошабанить с мозгами диагностическим сканером, чтобы удалить ошибку и погасить лампочку чек. Ну и вот, друзья, подошли к концу видео. И если оно вам было чем-то полезно, прошу подписаться на канал, нажать на колокольчик. Комментируйте и зафиксируйте ваше мнение. Ставьте нравится. Спасибо всем за внимание.